Человек, который предлагал переселить мусульман Северного Кавказа на Ближний Восток, в итоге уехал сам. Речь об Александре Халопонине. В 2011-м, тогдашний полпредпрезидент России на Северном Кавказе, в эфире Госканала сказал следующее. Моя позиция в этом отношении достаточно четкая. Кто не хочет жить на территории Российской Федерации по российским, по светским законам, здесь жить не должен. Это и есть государство на Ближнем Востоке, езжайте и там живите, заявил тогда Халопонин. Моя позиция в этом отношении достаточно четкая. Кто не хочет жить на территории Российской Федерации по российским, по светским законам, здесь жить не должен. Для этого есть государство на Ближнем Востоке, вот езжайте там и живите. Верующие мусульмане слабого преда восприятили по-разному. Если кто-то не обратил на них внимания, то многим высказывание чиновников оказалось провокационным. Здесь вспоминаю, как более ста лет назад примерно с такой же формулировкой горцам обращались царские генералы. Не хотите жить по нашим светским законам, езжайте в Турцию. И вот он сам, вероятно, оказался на Ближнем Востоке. В сообщении одного из телеграм-каналов говорится, что миллиардер уехал вместе с супругой по израильскому паспорту в Хайфу. По другим сведениям, бизнесмен в Италии. Правда, его помощница заявила, что Александр Геннадьевич никуда не эмигрировал. Уехал ли на самом деле Хлопоним, скоро узнаем.